Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по 4 книге Царства. И сегодня мы будем читать 15 главу этой книги. Она начинается словами. В 27-й год Иераваама, царя Израильского, воцарился Азария, сын Амасии, царь Иудейский. В 16-й лет был он, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ихалия из Иерусалима. Он делал угодное в очах Господних во всем так, как поступала Амасия, отец его. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и курение на высотах. Здесь мы видим, что ситуация не меняется. Человек повторяет и праведное деяние своего отца, но в то же время повторяет и все недостатки своего отца. Отсутствует духовный рост, духовный прогресс. И это очень печально. Ведь на самом деле, как учат Патерий, епископ Бреши, мы должны учиться не только на добродетелях наших отцов, но и на их ошибках, чтобы нам их не повторять. Это очень важно. Собственно говоря, грех родителей сохраняется на детях до третьего и четвертого рода, чтобы хотя бы кто-то из них прекратил его совершение. Таким образом движение греха останавливается. Но здесь мы этого не видим. Как будто все застыло в неком таком реликтовом состоянии пребывает. Как отец в чем-то был добродетелен, а в чем-то грешен, так и сын в чем-то добродетелен, а в чем-то грешен. То есть они живут, один царь сменяет другого как бы под копирку. И мы читаем. «И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме». Проказа на еврейском языке, эта болезнь называется Мацора, она, по мнению многих экзегетов, это было некое духовное заболевание, которое давалось людям за осуждение других людей. То есть библейская проказа Мацора — это не лепра, которую мы знаем. Современная проказа — это такое духовное заболевание, когда человек весь покрывался нечистотою, и все это было связано с грехом осуждения. То есть он мог злословить там свою мать, например, какого-то близкого человека, и именно за злословие-то болезнь она посещала человека. Мы видим, что Мариам была покрыта проказой, потому что она злословила своего брата Моисея, и Арон тоже был покрыт проказой за то, что злословил Моисея. Здесь мы видим, что этот царь, будучи прокаженным, он жил в отдельном доме, потому что закон Моисеев устанавливал некий карантин для таких людей. А Иофам, читаем, сын царя начальствовал над дворцом и управлял народом земли. Народ земли, это МХАРЭЦ, имеется в виду люди, которые не способны самостоятельно как-то самоорганизоваться. Народ земли, скажем так, в нашем славянском языке, это, как говорят, слово чернь. То есть люди неграмотные, люди забитые. И когда говорится, что народ земли, МХАРЭЦ, имеется в виду, что люди несовершенные, люди недуховные, которые нуждаются в руководстве. Прочие об Азаре и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. То есть в книге «Паралипоминон» — это одна версия, но есть версия, что была еще какая-то книга. «И почел Азаре с отцами своими, похоронили его с отцами его в городе Давидовом, и воцарился Иофам, сын его, вместо него». Теперь мы посмотрим, какое истолкование у нас есть на этот текст. Иошат Мерфский, древнехристианский экзегет, в своих комментариях на книге «Царств» пишет, «В книге «Паралипоминон» написано, «Озия делал неугодное в глазах Господа, но делал и угодное в глазах Господа, точно так же, как делал Давид, отец его. И споспешивствовал ему Бог. Он построил крепости, дворцы, высокие башни, укрепил их железными замками. Но когда он сделался силен, возгордело сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимиам на алтаре Кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кадить Господу». Здесь мы видим, что этот правитель присваивает себе действия, которые может совершать только священник, потому что царь не имеет права даже кадила принести в храм, то, что любой священник может совершить. «И пошел за ним Азария, священник, и воспротивился. И царь разгневался на священников и приказал им выйти из святилища. Но в то же время в этом святом месте проказа появилась на челе его». Вот здесь мы видим, за что он был поражен проказой, за то, что он присваивал себе служения, которые могут совершать только священники. Но мы уже определились, что этот грех дается за осуждение. Значит, он мог осуждать и священников, и свою мать, или, может быть, своего покойного отца. Но когда он начал осуждать уже и священников, здесь как бы чаша Божьего терпения была переполнена, и он стал прокаженным. В 1938 год Азария, царя Иудейского, воцарился Захария, сын Иераваама, над Израилем, Самарий, и царство шесть месяцев. Он делал неугодное о вочах Господних, как делали отцы его, не отставал от грехов Иераваама, сына Наватого, который вел Израиля в грех. И составил против него заговор Селум, сын Иависа, и поразил его преднародным, и убил его, и воцарился вместо него. Как я ранее объяснял, в книгах царей даются две династии. Первая династия, о которой мы читали, это цари Иудеи, то есть Иерусалима. А вот следующая династия, о которой мы сейчас читаем, это уже израильские цари, которые продолжали преступление Иераваама, сына Наватого. Мы помним, в чем заключается его преступление. Он отвергал Иерусалимский храм и ставил священниками тех, которые не имеют права быть священниками, потому что они не были из колена Левина. И он допускал идолопоклонство. Он поставил двух тельцов золотых на территории Израиля, чтобы евреи этой территории не ходили в Иерусалим, там, где храм, а молились бы перед этими тельцами. Прочее о Захарии написано в летописи царей израильских. Таково было слово Господа, которое он изрек Иую, сказав, «Сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». И сбылось так. Мы видим, что одна династия сменяет другую династию, и это связано с какими-то грехами, которые совершают люди. Собственно говоря, по тому наказанию, которое переживают люди, можно догадаться, какой грех они совершили. Вот это такая реальность. Например, вот в русской истории есть Борис Годунов. Сейчас вот идет сериал, люди смотрят. И все мы знаем, что Бориса Годунова обвиняли в том, что он погубил царевича Дмитрия. Но некоторые историки с этим не соглашаются. Но как кончается династия Годунова? Как только он умер, всю его семью истребили, и его сына погубили, и всех. Если такое наказание, то оно должно быть соразмерно в вине Бориса Годунова. Значит, скорее всего, он причастен был к убийству цесаревича Дмитрия, иначе бы Господь не послал такую кончину для его семьи. Сын Лум, сын Явиса, воцарился в 1939 год Азарии, царя Иудейского, и царствовал один месяц в Самаре. И пошел Минаем сын Гадия из Фирцы, и пришел в Самарию и поразил Селума, сына Явисова, в Самарии, и умертвил его, и воцарился вместо него. Прочие о Селуме и заговоре его, который он составил, написаны в летписи царей израильских, то есть, скорее всего, в книге Паралепименон. В Библии у нас две книги, Паралепименон, то есть, в летописи это первое, Паралепименон и второе. «И поразил Минаем тип Сах и всех, которые были в нем, и предал его, начиная от Фирцы, за то, что город не отворил ворот и разбил его, и всех беременных женщин в нем разрубил». Почему такая жестокость? Потому что, когда проявляли жестокость по отношению к детям, женщинам, этим самым вот эти преступные правители, они говорили, не пытайтесь даже селиться на этой земле, если мы с беременными женщинами так поступили, тем более мы уничтожим и всех остальных. это была такая как бы террористическая акция в том смысле, что террор – это устрашение, напугать людей, посеять панику среди них. Поэтому совершаются такие жестокие преступления. В 1939 году Азария, царя иудейского, воцарился Минаем, сын Гадия, над Израилем и царствовал 10 лет в Самаре. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иераваама, сына Наватова, который вел Израиля в грех во дни свои. Тогда пришел Фулл, царь Ассирийский, на землю Израилеву. То есть нашествие ассирийцев ставится в прямую зависимость от того, что царь Израильский вел себя нечестиво. То есть любая военная агрессия против той или иной страны, это как бы ответ на внутреннее нечестие самой этой страны, против которой возникает агрессия. И дал Минаем Фуллу тысячи талантов серебра, чтобы руки его были за него и чтобы утвердить царство в руке своей. И разложил Минаем это серебро на израилетян, на всех людей богатых по 50 сиклей серебра на каждого человека, чтобы отдать царю Ассирийскому. И пошел назад царь Ассирийский и не остался там в земле. То есть, когда стали требовать как бы откупные деньги, то правитель израильский возложил всю эту сумму на богатых людей своей страны. То есть, он решил сам не тратить своих царских средств, а может быть, казна была и пуста к тому времени, и вот люди откупились таким образом от нападения ассирийцев. Прочее о Минаеме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей Израильских. И почил Минаем с отцами своими и воцарился Факия, сын его вместо него. В 50-й год Азария, царя Иудейского, воцарился Факия, сын Минаема над Израилем, Самарий, и царствовал два года. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иераваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. И составил против него заговор Факий, сын Рималия, сановник его и поразил его в Самарии в палате царского дома с Арговом и Арием, имея с собой 50 человек, голодеян и умертвил его и воцарился вместо него. Вот здесь мы видим, что даже царский дом не является безопасным местом для правителя, от которого отвернулся Господь. Этого правителя убивают прямо в царском доме, хотя он царь над Израилем, и убийца воцаряется вместо убиенного им человека. Мир политики это мир преступлений, и когда люди прорываются к власти, им приходится совершать акты предательства, акты измены, через кого-то перешагивать, кого-то уничтожать, и когда люди добираются до самого верха, порой ничего человеческого от них уже и не остается. Прочие Афакии обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских. 52-й год Азарии, царя иудейского, воцарился Афакия, сын Ремалии над Израилем в Самарии и царствовал 20 лет. И делал он неугодное в очах Господних, не отставал от грехов Иераваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Но вот этот Иераваам, о котором все время вспоминается в этой книге и в предшествующей книге, он давно уже истлел в земле, но его грех продолжает жить, и потомство его уже истлело в земле, но грех этого человека продолжает жить и оказывать воздействие на других людей. И вот в этом опасность любого греха человек может, например, покаяться в своем грехе и, может быть, даже умереть, примирившись с Богом, но последствия греха они все равно остаются, потому что человек за свою земную жизнь оказывает влияние как хорошее, так и дурное на других людей. Сам он может исправиться, а как он исправит тех, путь которых он исказил? Поэтому, если мы желаем блага нашим детям, мы должны при жизни изживать в себе какие-то недостатки, пороки, чтобы они не перешли к ним таким дурным наследством. Вот здесь описывается первое переселение еврейских людей с их собственной территорией. И давайте вспомним, в каком случае Бог говорил, что такое может произойти. Бог об этом говорит в Пятигнижии Моисея, и он говорит так, если вы не будете исполнять мои заповеди в радости и веселье, я вас сгоню с этой земли. То есть Бог совершенно четко обозначил за какой грех, за какое преступление, он сгоняет людей с их земли. В оригинале там как бы земля сбросит вас, сама сбросит как бы вас с себя. Что это значит? Люди могут исполнять заповеди, божьи уставы, постановления, но если они это делают без радости и веселья, как в русском народе говорят, ни вольник, ни богомольник. Только за это они могут потерять свою землю. Вот такое суровое наказание. Потому что человек обычно, вот смотрите, чему он радуется, награде. А ведь возможность исполнить заповедь имеет награды само это действие. То есть за исполнение заповеди награда возможность исполнить заповеди. Как за изучение закона награда возможность изучать этот закон. То есть мы должны научиться благодарить Бога за то, что мы имеем. И если мы не проявляем радость и веселье, что мы можем жить по закону Божию, что мы можем изучать его закон, вот именно за этот грех Бог сгоняет людей с их земли. И даже если они живут на своей земле, они чувствуют, что уже как бы чужие здесь. Как бы живут на земле, не чуя под собой страны, как один поэт сказал. И далее мы читаем «И составил заговор Осия, сын Илы против Факия, сына Ремалина, и поразил его, и умертвил его, и воцарился вместо него в 20-й год, и у Афама, сына Озина, прочие Афакии, и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей израильских». То есть, вот это первое насильственное переселение людей в Ассирию, это было первое предупреждение от Бога. И если бы люди сделали тогда правильные выводы, то не было бы переселения тотального Вавилон, когда весь народ еврейский оказался в Вавилонском пленении. Но когда мы не делаем правильных выводов из тех уроков, которые нам посылает Господь, тогда действительно наказание может только усилиться. Во второй год Факия, сына Ремалина, царя Израильского, воцарился Иофам, сын Озии, царя Иудейского, двадцати пяти лет был он, когда воцарился и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. Садок, по-еврейски цадок, цадик, может быть переведено как праведник, то есть она как бы дочь праведника, но давайте посмотрим, какой результат, было ли все хорошо. Он делал угодное в очах Господних, то есть его мама дочь праведника, он потомок царя Давида, во всем как поступал Озия, отец его, так поступал и он, а тут уже проблема, то есть нельзя во всем поступать так, как поступали наши отцы, надо подорожать в лучшем, а если у них были какие-то проблемы, не надо перенимать вот их проблемы на себя. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы и курение на высотах, он построил верхние ворота при доме Господнем. И мы посмотрим, какой комментарий есть на этот стих. Ефрем Сирин пишет, после воцарения Иофама, когда он начал царствовать в Иудее, 16 лет, заслужив великую похвалу, в то время как вторая книга хроник живописует все его подвиги, писание нигде не упрекает его в этом фрагменте ни за какую ошибку, кроме терпимости к высотам, что было распространенным заблуждением самых достохвальных царей Иудеи. Во-первых, он укрепил Иерусалим новыми крепостями, построил башни и укрепления в пустынных местах, он победил Аманитян, вечных врагов Иудеев, заставив их впредь выплачивать царям Иудеи ежегодную дань. Я напоминаю то, что они не запрещали служение на высотах, это те воскурения, которые совершали Иудеи ложным богам. Таким образом, как бы двоеверие продолжало существовать, они молились днем в храме, ночью могли пойти на высоты и воскурять на всякий случай предъязыческими богами. И окончание сегодняшней главы, прочее об Иофаме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских, в те дни начал Господь посылать на Иудею Рицина царя Ассирийского и Факия сына Ромалина. То есть, с одной стороны, Израиль захватывает ассирийцы, а на Иудею нападают сирийцы. Все идет к тому, что скоро это царство будет уничтожено, Иерусалим будет разрушен, храм Соломонов будет разрушен, а народ будет уведен в плен. Но Господь как бы не попускает им, чтобы сразу все это на них обрушилось, Он как бы дает им время для покаяния. Поэтому враги нападают, но не с такой мощью, чтобы люди задумались и сделали правильные выводы. И почил Иофам с отцами своими, погребен с отцами своими в городе Давида отца своего и воцарился Ахаз сын его вместо него. Итак, сегодня мы окончили чтение 15 главы 4 книги царств. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 16 главу этой книги.